Как известно, достижение углеродной нейтральности является ключевой задачей экологической безопасности и контроля изменения климата. Также известно, что по выбросу парниковых газов на единницу с генерацией электроэнергии АЭС имеют примерно 30-кратное доказанное преимущество по сравнению с органическим топливом – газ, нефть, уголь. В силу этого и с учетом имеющихся аварийных ситуаций на АЭС за последние годы, особое значение приобретает решение проблемы радиационной безопасности текущего и будущего поколения, чему и посвящена наша конференция. Первое. Безопасность текущего поколения. Низкий запас реактивности реактора на быстрых нейтронов исключает повторение Чернобыля и необходимость исчеления населения. Безопасность будущих поколений. Выравнивание токсичности РАО и природного уранового сырья по канцерогенному риску, то есть достижение радиологической эквивалентности, является одним из главных преимуществ замыкания ядерного топливного цикла на базе реакторов на быстрых нейтронах. Следующий слайд, пожалуйста. В 2020 году распоряжением правительства Российской Федерации была принята энергетическая стратегия до 1935 года. В ней четко обозначено, что основные проблемы и риски развития атомной энергетики связаны со сравнительно высокими затратами на обеспечение ядерной и радиационной безопасности и с необходимостью обращения с отработанными ядерным топливным и радиоактивными отходами с учетом требований экологической безопасности. Я сделаю сразу вывод, который сейчас докажу, что я не вижу альтернативы по решению этой задачи, кроме замыкания ядерного топливного цикла на базе реакторов на быстрых нейтронах. Следующий слайд. Следующий, пожалуйста. Базово-функциональная среда. Мы знаем три международных организации. Это НКДР ООН, это ООН-оскорганизация, которая принимает базовые заключения. Это Международная комиссия по радиологической защите, которая вырабатывает уже рекомендации. И это в конечном итоге МАГАТЭ, которая принимает стандарты радиационной безопасности. В НКДР я работаю уже примерно 30 лет как делегат Российской Федерации. И многие документы на практике, они проходили через нашу команду в Омнинске. Следующий слайд. Основополагающие принципы безопасности МАГАТЭ. Принцип седьмой. Нынешнее и будущее население и окружающая среда должны быть защищены от радиационных рисков. А далее публикация 103. Дозы в органах и тканях, а неэффективные дозы, требуются для оценки вероятности индукции рака у облученных индивидуумов. Последнее заключение имеет особое значение, обычно мы об этом поговорим. Следующий слайд, пожалуйста. Международные основные нормы безопасности. Я их показываю только с целем не того, чтобы объяснять ситуации и категории облучения. Это вы все хорошо знаете. А с точки зрения того, что этот вопрос трижды поднимался за последние годы на РНК РЗ, о том, что наша НРБ о спорте не соответствует международным стандартам. Заключения комиссии отправлялись в администрацию президента, в Роспотребнадзоры, в другие ведомства. А вот сейчас мы правильно поднимаем вопрос. Игорь Анатольевич это сказал. Я его поддерживаю. О том, что надо отдельно в решении написать обращение в Государственную Думу и Совет Федерации по этому вопросу. Потому что предложение по созданию рабочих групп, оно, конечно, правильно на базе РНК РЗ. Это надо делать. Но нужна и поддержка административная на высоком уровне. Следующий слайд. Технология определения ожидаемых эффективных доз и Lifetime Attributable Risk, пожизненного обусловленного риска по 103-й публикации. Ожидаемая эффективная доза была введена НКДР в 1975 году. Там есть всего 4 коэффициента, которые проединены в НРБ. Почему пришлось уйти от ожидаемой эффективной дозы по канцерогенезу? Потому что в 1975 году, как вы знаете, прошло только 20 лет с момента создания регистра Хиросимы Нагасаки. И они к этому времени больше ничего не придумали, кроме этих 4 коэффициентов. Дальше прошло еще 30 лет. Примерно 2005-2007 год, 103-я публикация. И уже пошли отдельные модели по каждому органу, где, конечно, работа идет с эквивалентными органными дозами. Это принципиальный результат. Это тяжелый результат. Но к нему надо идти. И я сейчас покажу, какие результаты достигнуты в прорыве. Следующий слайд. Я бы хотел показать просто вам простой пример, в чем отличие. Берем полоний с ожидаемой эффективной дозой 1 миллизиверт. И получаем риск. Примерно 5 на 10 минус 5. Вы видите слева. И вы видите, по каким органам бьет полоний. Дальше берем торий справа. Тоже 1 миллизиверт. Пожидаемой эффективной дозы. Но канцерогенный риск его почти в 8 раз ниже, чем по полонию. При той же эффективной дозе. Почему? А вы посмотрите, по каким органам бьет торий. Это в основном кости. Резистентность высокая. Риски в 8 раз ниже. А по ожидаемой эффективной дозе мы должны быть с вами сказать, что это из-за эквивалентного воздействия. А это не так. Дальше, пожалуйста. Следующий слайд. Ну, тут ураны и америции мы просто дали. Что вы видите, что 1 миллизиверт ожидаемой эффективной дозы по урану соответствует 3 миллизивертам ожидаемой эффективной дозы по америции с позиции канцерогенного риска. Вот это прямые обоснования ухода от ожидаемой дозы и перехода к эквивалентным дозам и моделям радиационного риска по эквивалентным дозам. Следующий слайд, пожалуйста. Трансмутация минорных актинидов. Вот эта модель, которая была разработана в прорыве доктором Лопаткиным, когда к 2100 году реакторы на быстрых нейтронах полностью вытесняют тепловые реакторы и уровень сжигания по америцию, ну, вы видите, да, сумму АМ, она доходит до 1%, остаточная. Следующий слайд. А вот теперь снижение прямого канцерогенного риска. Мы знаем, по каким органам бьют минорные актиниды, мы знаем все модели и получаем, так сказать, во сколько раз уменьшается канцерогенный риск по этим минорным актинидам. Интересно заметить, что выжигание америца составляет 99%, 98%, да, а выигрыш по рискам в 200 раз. Вопрос почему? А потому что америца бьет по крови. А лейкозы имеют не линейную, а квадратичную зависимость. И вот мы получаем эти результаты. А теперь возникает главный вопрос. Если мы по канцерогенному риску добились этих результатов радиоэквивалентности, мы добиваемся одновременно по природному урановому сырью и РАО? Следующий слайд. Значит, технологии оценки канцерогенных рисков достаточно сложны. То есть речь идет о том, что мы знаем хорошо радионуклидный состав и ожидаемые эффективные дозы РАО и природного уранового сырья. Это нам позволяет перейти на эквивалентные дозы, оценить ЛАР, в афтам-атрибуте риск, и сравнить эти конечные риски. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь описана технология решения этой задачи, когда речь идет о переходе к органам эквивалентным дозам и оценке канцерогенных рисков. Важно подчеркнуть вот, что примерно две недели назад программный модуль РОЗА, а РОЗА это аббреватура, радиологическое обеспечение защиты, приказом Министерства цифрового развития включена в реестр российских программ, в единый реестр программ Российской Федерации. Это о чем говорит? Это говорит о том, что решена проблема импортозамещения, и не только Росатома, а и Минздрава, и Минобороны одновременно. И вы знаете почему. Следующий слайд. Ну, теперь просто, чтобы было понятно, почему это действительно достаточно сложно, и почему у нас конкуренты в этом направлении только американцы. Значит, модель пожизненного риска введен пол, внизу указано S, возраст, эквивалентная доза и функция дожития. И вот такое выражение стоит для оценки пожизненного риска. Со всеми этими параметрами. Следующий слайд. А здесь просто приведены все эти 13 моделей. Значит, японцы говорят, что это им стоило 5 миллиардов долларов. То есть, это работа 50 лет для того, чтобы получить все эти коэффициенты. Есть вопросы неопределенности. Потому что по 3 коэффициента на каждый орган, если мы имеем высокую неопределенность, то это больше 40 параметров для монтекарловских моделей. И это вы понимаете, что такое на самом деле. Следующий слайд. Ну, а теперь посмотрим сценарий применения всей этой технологии и сценарию оптимизации структуры ядерной энергетики, позволяющий к 2100 году обеспечить переход к радиологической эквивалентности в обращении с РАО. Ну, видите, постепенный переход от тепловых реакторов к быстрым реакторам. Модели тут разные. НТС Росатома предлагает, и не такие сценарии, чтобы вы знали, не так все просто прогнозировать до 2100 года. Есть варианты с неопределенностью. Но, тем не менее, для простоты и сокращения времени рассматриваем вот этот вариант. Следующий слайд, пожалуйста. Вклад в проценты в пожизненный атрибутивный риск, значимых радионуклидов, отхода ядерной энергетики на тепловых и быстрых реакторов. Ну, мы видим вклад. 2200 год. Два радионуклида. Америций 241. И Плутоний 238. Примерно в равной степени. По 38%. А потом побеждают америцией. Примерно на 3000 лет вперед. Остальные радионуклиды роли не играют в оценке вклада в пожизненный риск. А теперь главный результат. Следующий слайд. А достаточно ли этого выжигания минорных коктинидов, чтобы добиться радиологической эквивалентности? Радиологическая эквивалентность по потенциальной биологической опасности, то есть по эффективной дозе, была доказана и 30 лет назад в Никеете. А вот Полара, она получена была сравнительно недавно. И мы показываем, что примерно через 100 лет выдержки, то есть в 2200 году, по потенциальному канцерогенному риску РАО и природную урану и сырье имеют одинаковые показатели. Требуется 100 лет выдержки. Право радиологической эмиграционной эквивалентности тепловых реакторов и тепловых и быстрых вот в этой комбинации. Но надо сразу сказать, что по тепловым реакторам мы тоже эквивалентность будем иметь. Но вы видите на рисунке, когда она достигается. Она достигается через 500 тысяч лет. Следующий слайд. Интересно заметить, что результаты, которые я вам показал, были опубликованы примерно 2-3 года назад. А недавно вышел документ МАГАТЭ, где написано напрямую, что использование замкнутого цикла на быстрых реакторах позволяет снизить радиотоксичность РАО в 100-200 раз. А у нас какой коэффициент был? 213? Опубликовано это было намного раньше, чем этот документ МАГАТЭ в нашей статье. И сократить время выдержки РАО с более чем 100 тысяч лет, у нас 500 получилось тысяч лет, до менее чем тысячи лет. Вот эти выводы МАГАТЭ сделал совсем недавно. Следующий слайд. Очень краткая ситуация по Юка Маунтин. Там все заморожено, я на это время уделять не буду, но коль они выдали все радионуклиды, которые справа показаны, а у нас работает программный комплекс РОЗА, аналога которого в мире нет, то мы легко посчитали все рисковые проблемы по Юка Маунтин и почему они остановились. Следующий слайд. Требования МАГАТЭ вы помните, что если речь идет о потенциальной биологической опасности, то ожидаемая эффективная доза не должна превышать 10 микрозивер в год или менее. Требования сохраняются. Следующий слайд. А вот эта работа, это уже программный комплекс наш, который показывает, что по всем радионуклидам накопленная доза примерно 20 миллизиверт, а с учетом неопределенности по ЛАРу, последняя цифра красная, он может превышать величину 10 минус 6. А 10 минус 6, вы помните, что такое ПНРБ. Это пренебрежимо малый риск. И его нарушать они не хотят. И Йока Маунтин остановилась на многие годы. Следующий. Я вам говорил, что сценарий был довольно простой, когда быстрые реакторы полностью вытесняют тепловые к 2100 году. Но в 2018 году у нас на президиуме НТС Росатома был осмотрен вот такой вариант. прогнозировать трудно на столько лет вперед. Вы видите, 42% энергомощности отводится быстрым реактором, 18% тепловым, а 39% неопределенность. и мы рассмотрели 4 сценария. Но первый сценарий я вам уже говорил, что быстрые реакторы полностью вытесняют тепловые и примерно через 90 лет, 99 лет мы достигаем радиологической эквивалентности. Второй сценарий, когда вся неопределенность 39% покрывается быстрыми реакторами и остаются только 18% тепловых. Срок достижения радиологической эквивалентности 412 лет. Это приемлемо. А вот сценарий 3 и 4, когда тепловые реакторы играют существенную роль выработки интегрального показателя, сроки, конечно, неприемлемы. 12 тысяч лет и 2000 лет. Прямые расчеты показывают, что при этом мы в местах захоронения будем иметь превышение по канцерогенному риску примерно на 20%. Через тысячу лет мы это будем иметь определенно совершенно. Следующий слайд. А вот это новый результат, который нигде не опубликован. Коль мы получили точки по доле тепловых реакторов, то поставлена была такая задача. Контейнеры, как правило, по международным стандартам работают до тысячи лет. Вот если мы тысячу лет ставим максимум, который мы можем держать в контейнерах РАО, то возникает вопрос, какой процент при этом может быть тепловых реакторов. Там было 18. Вот мы показываем, что максимальный процент при тех условиях контейнеров, которые существуют сейчас, это 28%. Следующий слайд. И публикации. Результаты важные, новые, и они опубликованы не только в отечественных журналах, но и в ведущих международных журналах. В частности, две статьи с описанием всего, что я вам говорил, и доказательства в виде теорем, опубликованные в философизике в этом году. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. вопросы,